Ставить цель и идти к ней. По такому принципу живет кудаист с мировым именем чемпион Эдгар Калян. Наперекор злопыхателям, которые снова и снова отправляют его на заслуженный отдых, он опять привез в Иваново золото. Эдгар стал обладателем Кубка мира уже второй раз за свою спортивную карьеру. Само название Кубок мира само за себя говорит. Это значимый такой серьезный турнир. И к нему ребята тоже очень серьезно готовились. И были отобраны лучшие первые номера. Обычно на чемпионат мира у нас идут двое спортсменов. Отбирается двое. А тут допустили только одного человека. Поэтому у нас жестичайший был отбор на этот турнир. И попали самые сильнейшие спортсмены каждой категории из России. Более 20 стран, сотни бойцов и всего один шанс. Слабых соперников на турнирах такого уровня не бывает. Все участники чемпионы своих стран. Все прошли серьезный отбор. К этому сборная России и готовилась. Тренироваться, рассказывает Эдгар, приходилось на пределе возможностей. Но позже на татаме подготовка помогла. Сработала мышечная память. Насколько тело было подготовлено. Того то, что я все на автомате делал. То есть мозг отключался. Все мышцы помнят. Они сами свою работу делали. Здесь хотелось отметить всех тренеров, всех руководителей Бухадис Маловича и тренеров сборной России Владимира Юрьевича Золина, Анашкина, Романа Михайловича за поддержку, за такую подготовку. В принципе, без них это все, может быть, и не получилось у меня выиграть. На чемпионате Эдгар провел четыре боя. В первых пришлось поберечь себя, биться осторожно. Одна ошибка и травма могла поставить крест на дальнейшем участии в мировых соревнованиях. Задача была. То есть даже от тренера задачу поставили такую, что у меня второй времени как бы нет. Когда это у нас происходит ничья, нам дают второе дополнительное время. То есть все надо было решить в первом времени, потому что на дальнейшем я мог бы с травмой, не смог продолжить дальше. На пути к финалу Ивановец держал верх над спортсменами из Азербайджана, Мексики и Монголии. В решающем поединке с кудоистом из Казахстана Эдгар на последних секундах сумел добыть решающие очки. В вечном противостоянии молодости и амбиций против опыта, опыт снова победил. Но чего стоят минуты на пьедестале, знает только сам Эдгар. Кажется, достаточно начать заниматься спортом, чтобы добиться вершин. На самом деле это каждодневный труд. С этим я живу. Я оттачиваю свою технику, я оттачиваю свое мастерство. Я передаю им подрастающим поколениям. Некоторые приходят к нам заниматься. То есть они как бы видят репортаж, стал чемпионом, молодец, супер, классно дерешься. И приходят и дают детей к нам в школу и хотят, чтобы за месте их ребенок был чемпионом, их ребенок был каким-то гладиатором. И приходится им объяснять то, что это нужно всю жизнь заниматься. Я занимаюсь шести лет и каждый день я оттачивал это все. То есть нужно жить в спорте, нужно жить в кудо для того, чтобы это все показать, всю красоту. Победу домой привез не только Эдгар. Вся сборная нашей страны в командном зачете стала триумфатором турнира. Наша сборная России выступила успешно. У нас было четыре золотые медали. Одна, вторая, две, третья. И когда прозвучало гимн России, там же каждая команда отдельно заходила в зал. Когда мы в сборную России заходили в зал, то есть там больше всех мы сорвали эти аплодисменты. То есть зал встал, там аплодировал стоя. То есть на самом деле нам было очень приятно, что нас так принимают. Я к тому, что все страны, все знают, что именно российские бойцы самые лучшие. И они на самом деле с должным уважением отнеслись к нам. Кудо для Эдгара больше, чем спорт. Искусство. Действительно, броски и связки в его исполнении как симфония. Чтобы добиться такого в спорте, нужно им заболеть. Вкладывать всего себя и всегда добиваться цели. Следующее уже намечено. Чемпионат мира в 2018 году. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.